Вопрос. Прокомментировать вашего коллегу, Павла Михайловича, писателя Шендеровича, который хороший, очень русский, и сказал, это наши мальчики, те, которые идут воевать, они обмануты. Ну, которые в армии Путина, оккупанты, это наши мальчики, они обмануты. И вот украинцы, вот Павел Михайлович Амитов, там он этого не сказал, но это имел в виду, Павел Михайлович Амитов призывает расколоть, рассыпать, развалить, обнулить, привести в безопасное состояние, как я это называю, Российскую фашистскую федерацию методом превращения в несколько безопасных государств. Шендеровичу это не нравится, он говорит, что мы нацисты, раз мы этого добиваемся, а он хочет сохранить Российскую в ее нынешнем имперском состоянии. И Путин плохой, а вот Россия хорошая, и даже мальчики хорошие, это же наши мальчики, которые, они обмануты, которые пошли воевать против Украины. Вот прокомментируйте, пожалуйста, вроде Шендерович был такой хлесткий, такой прям вот классный парень, такой прям демократ, и вдруг вот такой прокол. Как это все понимать? Несмотря на мое признание немалых талантов Шендеровича и немалых его, ведь я помню, что его куклы на НТВ и его кукла Путина, и его позиция антипутинская с самого начала, еще далеко до фашизма, до его укрепления абсолютно единоличной власти, Шендерович был, так сказать, антипутинистом, ярко выраженным, нескрываемым. Но несмотря на все это признание, после прочтения, ну, собственно, я посмотрел по видео его выступления, у меня сразу же возникает та хорошо известная мысль, не мною высказанная задолго до меня, еще как это французы, по три любого русского обнаружишь татарина, по три любого русского либерала обнаружишь государственника. К сожалению, Шендерович этого не избежал. Имперца, не государственника, а имперца, гораздо хуже, потому что если... Нет, я так не возьму свои слова обратно, они вроде бы не хотят, так сказать, чтобы это была империя. И я не думаю, что Шендерович подписался бы под формулой Анатолия Чубайса, который мечтал о либеральной Российской империи, либеральной, но империи, империи, но либеральной, то есть о живом трупе, вот такое может быть. Вот, и... Ну, он хочет, безусловно, где-то... Да, для Шендеровича, как и для многих других, признает он это или не признает, признает великая Россия от океана до океана. Это сакральное явление. Вот они не могут от этого величия отказаться. Они вот в этом во всем выросли, в этом во всем они отштампованы своего рода, этим всем они зомбированы. И вот это такое прорезалось. Вот. И я вспомню, когда он говорит, действительно, я слышал, что наши мальчики, я его понимаю, да, он как бы от них не отказывается, он же тоже из России. Но я сразу вспоминаю нашу великую Штепу. Это же наши мальчики, помните? Про этих самых... Славянские. Славян, да, которые поддержали, по сути дела, это команду с Гиркина, этих конкистадоров, грушных, вот, или ФСБшных. Там и то, и другое присутствовало, на мой взгляд. Вот, поэтому, да, он... Не хотелось бы, чтобы даже такие люди... Но я вам должен сказать, я ездил, как он, в 15-м году, единственный раз ездил в Вильнюс на форум Свободной России. И когда я... И потом больше не ездил, мне не понравилось. Вот, многое. Что-то понравилось, что-то нет, были замечательные люди. Так вот, я там доказывал многим либералам о том, что в Украине не государственный переворот, что Украина это, если говорить о каком-то влиянии, то было преобладающее российское влияние через пятую колонну, через тысячи и тысячи медведчуков разного калибра, а не американцы. Вот, поэтому они... Они все равно верят своей пропаганде, несмотря на свой интеллект там или грамотность, потому что... У кого это? Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Они сами в нее верят. Имеется в виду либералы, антипутинисты тоже считают, что в Украине произошел в 2014 году переворот, да? Ну а как же, как же, вы что, обидели мальчика, бедненького Януковича? Продолжение следует...